Следователи зашли в торпеду. Следователи зашли в торпеду и менеджмент Нижегородского хоккейного клуба подозревают в присвоении 13 миллионов рублей. Коммерсант от 17 мая 2019 года, 20 часов. В Нижнем Новгороде задержанный исполнительный директор хоккейного клуба торпеды Сергей Малютин и директор департамента по финансовым и правовым отношениям Наталья Еремина. Менеджеров клуба подозревают в присвоении 13 миллионов рублей. Из кассы команды Че. 4 статья. 160 УК РФ. В клубе от комментариев и общения с Прейсой отказываются. Правительству Нижегородской области и правлению клуба ничего не известно о следственных действиях. Ранее депутаты законодательного собрания не раз предъявили претензии к финансовому состоянию команды. В пятницу Следственное управление Следственного комитета России, СКР, по Нижегородской области сообщило о задержании исполнительного директора хоккейного клуба торпеды Сергея Малютина и директора департамента по финансовым и правовым отношениям команды Натальи Ереминой. Им инкриминировали Че. 4 статья. 160 УК РФ. Присвоение и растрата в особо крупном размере. Господина Малютина следователи нашли во Владимирской области, откуда доставили в Нижний Новгород, а Наталью Еремину задержали на входе в офис хоккейного клуба. Другие подробности следственных действий в управлении СКР не раскрыли, ограничившись информацией о том, что подозреваемые присвоили 13 миллионов рублей. Из кассы Торпедо. Исполнительный директор хоккейного клуба Торпедо Сергей Малютин Фото. Htopedo.ru Пресс-служба хоккейного клуба на звонки не отвечала. В приемной хоккейного клуба на вопрос твердый знак о том, кто может прокомментировать ситуацию, сообщили, что на рабочем месте никого нет, а генеральный директор Ян Голубовский занят. Заместитель генерального директора, руководитель службы безопасности ХК Торпедо Дмитрий Якунин, бывший заместитель руководителя областного УМВД, отказался комментировать ситуацию, сославшись на то, что находится на больничном. В правительстве Нижегородской области оказались не в курсе ситуации, в Министерстве спорта, которое возглавляет член правления Торпедо Сергей Панов, сообщили, что никаких материалов следствия им не направляло. Сергей Панов отказался комментировать ситуацию. Другие члены правления также не отвечали на звонки или не знали о произошедшем. Ранее депутаты регионального парламента неоднократно предъявлили претензии к финансовой деятельности клуба. Команда существует на средства спонсоров, которые получают льготы по налогам из областного бюджета. В июне прошлого года выяснилось, что просроченная задолженность Торпедо приблизилась к 500 миллионам рублей, и команда находится в предбанкротном состоянии. После финансовой ревизии выяснилось, что прежнее руководство клуба не соблюдало правила документооборота и отчетности, для учета поступающих средств не была создана специальная комиссия. Списка лиц, которые имеют право подписывать документы, не существовало. Опись документов не велась, мотивационные выплаты не зависели от финансового положения команды. Из-за этого кредиторская и налоговая задолженности клуба быстро росли. Новый менеджмент команды разработал антикризисный план, договорился реструктурировать долги перед кредиторами, сократить расходы и сменить руководство. Как Торпедо сокращало долги и готовилось к выборам нового руководства. Но к концу 2018 года Минспорта Нижегородской области инициировала в клубе проверку на предмет возможных финансовых нарушений из-за жалобы бывших сотрудников клуба. Они рассказали о выводе выручки Торпедо через близкие руководству организации и сообщили, что Торпедо через посредников взяло в аренду 10 автомобилей, один из которых по непонятным причинам находится в Москве. В хоккейном клубе покупку машин объяснили экономией, отметив, что 10 иномарок взяты в субаренду через посредников, что позволяет вдвое снизить транспортные расходы команды. В январе 2019 года о намерениях до конца сезона провести финансовую проверку хоккейного клуба заявила Континентальная хоккейная лига. Источники «Твердый знак», близкие к руководству ХК Торпедо, говорят, что в клубе нет порядка с финансовыми документами и все новые управленцы, приходящие в клуб, пеняют на предыдущее руководство, но сами навести порядок не могут. По итогам 2017 года, отчетность за 2018 год не раскрыта, выручка ХК Торпедо составила 520,7 миллиона рублей, убыток 14,8 миллиона рублей. На данный момент, по информации Spark Interfax, в отношении клуба возбуждено 26 исполнительных производств на сумму 27,5 миллиона рублей. Кроме того, клуб выступает ответчиком по четырем арбитражным делам на 9,5 миллиона рублей. Роман Рыскаль, Александра Викулова, Нижний Новгород.